Привет, с вами DJ Krypton и сегодня мы продолжаем серию уроков, посвященную замечательной прошивке Magic Lantern для фотоаппаратов Canon 50D, Canon 60D, Canon 500D, Canon 550D, Canon 600D Magic Lantern Это четвертый урок, почему я перечислил столько моделей, да потому что сегодня для нашего урока мы будем использовать новую версию прошивки Magic Lantern от 27 октября 2011 года, в которой появилась поддержка камер Canon 50D и Canon 500D Вот мы обновили прошивку, включили камеру и обнаружили, что в режиме съемки видео у нас появился такой вот красный кружочек, перечеркнутый Этот кружочек можно выключить, перейдя во вкладку Movie, главного меню Magic Lantern и в этой вкладке Movie есть пункт Record Standby Notification Как раз тут написано Red Crossout, это значит вот этот вот кружок Если мы включаем опцию Message, то в правом верхнем углу экрана появляется надпись Standby, если мы нажимаем на Record, то надпись Rec Я считаю, что нам это не так нужно, потому что мы и так всегда можем видеть, происходит ли запись или нет по красному кружочку Поэтому я выключил это уведомление и теперь у нас, когда мы нажимаем запись, как и раньше, включается красный кружок в правой верхней части экрана Следующая вкладка главного меню Magic Lantern называется Expo, от английского exposure или экспозиция Находящиеся в ней настройки работают в большинстве своем только в ручных режимах, будь то видео или фото Некоторые из них работают также в режиме P, AV и TV Хотелось бы отметить, что эти настройки являются критичными и на них стоит обратить особое внимание, это действительно так Первый пункт этой вкладки это ISO Что такое ISO? Этот термин достался нам по наследству от пленочной фотографии, где значения ISO обозначали чувствительность пленки Если вы помните, были такие коробочки, где было написано 100, 200, 400 В цифровой же фотографии значение ISO показывает, насколько чувствителен сенсор камеры к попадаемому на него изображению Чем же отличаются стандартные настройки ISO от предлагаемых нам альтернативной прошивкой Magic Lantern? Настройка ISO в Magic Lantern является более точной, как на более дорогих камерах Canon Позволяет менять значение ISO с шагом в 1,8 EV Exposure Value Не на всех камерах можно настроить ISO с таким шагом На нашей камере возможно следующее значение ISO 100, 160, 200, 320, 400, 640, 800, 1250, 1600, 2500, 3200, 5000, 6400 и все В некоторых же камерах возможно догонять значение ISO до значений 12800 или даже до 25600 Управление ISO следующее В режимах ручной или видеосъемки при нажатии на кнопочку Q ISO, как мы сейчас видим, выставляется автоматически Если Live View включен, то Magic Lantern пытается автоматически достигнуть наилучшего значения ISO Если Live View выключен, то ISO устанавливается автоматически, используя дефолтную функцию замера экспозиции То есть экспонометра камера с шагом в 1,8 EV Следующая функция нашего меню Expo называется White Balance White Balance это очень важная функция при съемке фото или видео Позволю себе еще одно небольшое теоретическое отступление по этому поводу Работу с балансом белого можно назвать процессом избавления от нереалистичных оттенков цвета С тем, чтобы объект, который выглядел белым в действительности, выглядел таким же белым и на снимке или на видео Для правильной работы с балансом белого камера должна принимать во внимание температуру цвета Источника света, при котором снимается объект в данный момент Температура цвета показывает относительную теплоту или холодность белого цвета Наши глаза очень хорошо это умеют делать То есть очень хорошо умеют оценивать, как выглядит белый цвет по-настоящему под тем или иным освещением Но нашим цифровым камерам зачастую это очень трудно, тяжело дается, особенно в режиме автоматического баланса белого А теперь немножко о температуре цвета Температура цвета у нас измеряется в кельвинах от 800 до примерно 15 тысяч кельвинов Почему кельвины? Был такой физик Уильям Кельвин, который в 19 веке открыл, что при нагревании до различной температуры Кубик угля светится разными цветами Начинает с темно-красного и далее по всему видимому спектру И температурная шкала кельвина начинается с абсолютного нуля Температура, при которой должно полностью прекратиться даже движение молекул Цветовая температура неба, например, в паспурный день составляет от 6000 до 7500 кельвинов Это не значит, что небо настолько горячее Цветовая температура показывает, до какой температуры кельвину нужно было бы нагреть свой черный кусочек угля Чтобы он излучал цвет соответствующего антенка Эту температуру можно встретить в очень многих областях нашей сегодняшней жизни Например, даже в ксеноне, лампочках дневного света, в мониторах В любом мониторе у вас есть настройка температуры цвета Для того, чтобы картинка, которая у вас на мониторе, она действительно была белой То есть белый цвет был белым по-настоящему Вот эта шкала кельвина, это такой просто удобный количественный способ описывать цвет так, чтобы каждый мог это понять Ну что-то я увлекся немножко теоретической части Переходим к нашей камере Для изменения температуры цвета нам нужно нажать кнопочку Set Мы видим 2700, 2800, 2900, 3000 кельвинов, 300 и так далее А если мы в режиме Live View находимся И нажимаем на кнопочку Queue И происходит автоматическая подстройка баланса белого Причем эта настройка происходит по некому такому виртуальному квадрату 200 на 200 пикселей По центру экрана Еще раз повторяем Выходим в меню, White Balance выделен Нажимаем на Queue И сразу происходит замер Он определил, что температура света в данный момент оптимальная для съемки будет 3500 кельвинов Если нам не нравится, так же существует просто великолепная и замечательная функция Мы можем нажать вот на эту кнопочку Со вспышкой В режиме, например, видео Вот переключаем в режим видео На экране появилось такое меню Где сверху и снизу сокращение Kel Plus Внизу Kel Minus Слева Iso Minus И справа Iso Plus Это значит, что при нажатой вот этой кнопочке Мы можем регулировать температуру цвета баланс белого Нажать им на вот эти вот стрелочки Кнопки стрелочки вниз Мы видим, что сейчас температура цвета становится холоднее намного Вниз это холоднее, вверх теплее Если мы нажимаем вверх То температура цвета становится более теплой Если мы при нажатой опять же этой кнопочке вспышки Будем работать боковыми кнопочками То будет меняться значение Iso 1250, 800, 640 Это очень и очень удобная функция Потому что зачастую нет возможности Замерять баланс белого по бумажке Нужно сходу начать съемку Иногда автоматическая настройка баланса белого Может дать ошибку Глаза это самый лучший судья в нашем случае Всегда нужно опираться на свое зрение В первую очередь Следующий пункт нашего меню WB shift G slash M Это значит white balance shift green magenta Это изменение баланса белого в диапазоне green magenta То есть от зеленого до пурпурного Допса используется при съемке с флуоресцентным светом Ее также можно настроить автоматически при нажатии кнопочки Q Если у нас происходит съемка с люминесцентным светом Мы нажимаем Q Вот он меряет нам magenta В данном случае это не подходит нам Мы это видим Идем на white balance shift B and A Что значит изменение баланса белого в диапазоне blue amber От синего до янтарного цвета То есть от, ну грубо говоря, синего, голубого до оранжевого Сейчас мы попробуем также нажать кнопочку Q Не очень впечатляет результат В принципе мне кажется, что самое оптимальное Это настраивать что-то вручную Либо брать просто вот баланс белого И настраивать вот таким образом Еще раз хочу сказать Баланс белого Всегда обращайте на это внимание Съемка без правильной настройки баланса белого Потом может обернуться полным геморроем при постпродакшене То есть придется потом заниматься лишней работой При плохом освещении Не всегда это получится даже сделать хорошо Потому что если мы рулим настройки уровней цвета, экспозиции И кривые при недостаточном освещении То часто очень вылезают артефакты Это нам совсем не нужно Следующий параметр нашего меню Expo Называется Shutter Speed Это выдержка Выдержка является одним из важных, самых важных и критичных параметров для съемки фото или видео Это интервал времени, в течение которого свет у нас воздействует на светочувствительную нашу матрицу При помощи этой функции нам можно настроить Shutter Speed или скорость затвора Также с шагом в 1,8 и V Magic Lantern показывает округленные до двух цифр значения И эти значения могут отличаться от значений, которые показывает нам официальная прошивка Canon Например, 1,5 в официальной прошивке будет отображаться как 1,48 в прошивке Magic Lantern Не все значения скорости затвора доступны на всех камерах В фото и видеорежимах с ручной экспозиции при нажатии на кнопку Q Один раз скорость затвора выставляется автоматически, исходя из конкретных условий съемки Попробуем сделать это Следующая функция в меню называется Aperture Апертура диафрагма, если говорить по-русски Этот режим позволяет вручную нам настроить диафрагму при фото или видео, что особенно важно Что такое апертура изначально? Это устройство объектива камеры, которое позволяет нам регулировать количество проходящего через него свет И зависит, насколько мы можем ее регулировать исключительно от самого объектива Вот это значение зависит от глубина резкости, которая при съемке у нас присутствует Сейчас мы используем чипованную линзу, которая позволяет нам диафрагму менять непосредственно из настроек Magic Lantern А на ручном объективе можно регулировать диафрагму непосредственно на самом стекле Следующий пункт в меню называется Light Adjust Off, A-L-O и H-T-P Это выбор алгоритма настройки света Управление этими настройками происходит при помощи кнопки Set Первый алгоритм Auto Light Optimizer A-L-O Этот алгоритм автоматически корректирует контраст и яркость изображения Подобный алгоритм включен во все камеры Canon, даже в такие профессиональные, как EOS 1D Mark IV И на это есть очень хорошая причина Этот алгоритм ускоряет ваш рабочий процесс в ситуациях, когда время является критическим параметром И нет возможности делать более тонкие настройки В сочетании со стилями изображения этот алгоритм позволяет достичь наилучших результатов в том случае Если дальнейшая обработка изображения на компьютере по временным соображениям невозможна Второй алгоритм Highlight Tone Priority Приоритет светлых тонов Функция актуальна при фотографировании сцен, в которых светлые оттенки сочетаются с темным фоном В качестве хорошего примера можно привести свадебную фотографию Когда невеста в белом платье фотографируется на темном фоне В обычном случае камера усредняет световую информацию И в итоге у нас получается платье невесты сильно пересвеченное Вплоть до невозможности вытягивания света даже из RAW файлов Опция приоритета по светлым оттенкам решает эту проблему Переключая замер экспозиции в особый режим Когда упор делается на наиболее точную передачу именно светлых оттенков В этом режиме градиент между серым и белым становится мягче И минимизируется потеря световой информации Следующий параметр в этом меню называется Picture Styles Это стиль изображения по-русски Технология, которая разработана именно компанией Canon И которая используется в цифровых и зеркальных аппаратах серии EOS Суть этой технологии заключается в применении предварительно созданных стилей Обработки картинки для получения снимков в формате JPEG Самое замечательное, что мы можем сделать Мы можем применять эти стили при съемке видео И это для нас является очень важным Я расскажу почему Видеокартинка, в отличие от съемки фото в RAW формат Видеокартинка не может быть записана в RAW То есть она сразу же проходит обработку и сохраняет окончательные условия освещения Каждый конкретный кадр уже сразу на карту памяти без возможности недеструктивного, скажем так, редактирования Эти же стили изображения обрабатывают изображения до попадания на карту памяти И порой они просто творят чудеса Например, возможно сделать очень такое плоское изображение при съемке довольно темной сцены Для чего это делается? Для того, чтобы впоследствии можно было сделать картинку более контрастной Сейчас на экране показано видео с примерами, как можно применить эти стили изображения Следующая функция в меню Expo называется Rec Picture Style Что она делает? Она позволяет нам менять стиль изображения, который будет применен при записи видео То есть при съемке фото у нас может быть один стиль изображения, который вот показан тут Но при съемке видео мы можем поставить свой другой стиль изображения, отличный от стандартного Следующие три функции называются Contrast, Saturation и Sharpness Они отвечают за соответствующие параметры То есть позволяют нам изменить контраст, насыщенность цвета, а также четкость, восстановленный в данный момент стиле изображения То есть мы можем менять Четкость, но именно в стиле изображения Также насыщенность Вот, да? То же самое с четкостью И с контрастом Применяется это именно к стилю изображения Flash AE Camp Компенсация автоэкспозиции вспышки Параметр для применения с вспышкой То есть когда у нас работает вспышка, камера будет автоматически компенсировать экспозицию изображения с определенными параметрами Это только используется в фотосъемке На этом четвертая часть урока, посвященного прошивке Magic Lantern, подошла к концу В скором времени ждите пятую часть А пока я приглашаю всех на свой сайт Тройное W DJ Krypton точка ДЕ Также подписывайтесь на мою рассылку И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok